Общее сведение. По данным исследований, те клеточные лимфомы кожи встречаются в 65-70% случаев, тогда как в клеточной лимфомы кожи составляют 20-25%. Еще 10% занимают так называемые неклассифицируемые лимфомы кожи. Причина возникновения лимфомы кожи. Развитие лимфомы кожи связано с мутацией Т или в лимфоцитов, которая приводит к их бесконтрольному размножению и миграции в кожу. Точные причины, запускающие этот механизм неизвестны. Предполагают, что возникновение злокачественного клона лимфоцитов может быть спровоцировано постоянной антигенной стимуляцией на фоне. Нарушена иммунная защита организма. Провоцирующую роль отводят вирусным инфекциям, вызванным ретровирусами, цитомегаловирусом, вирусом простого герпеса восьми типа. Вирусом Эдштейна, Бора. Действия различных химических веществ и канцерогенов, применяющихся в сельском хозяйстве, химической промышленности, строительстве и других областях также может быть причиной возникновения лимфомы кожи. Лимфома кожи бывает первичной, когда заболевание начинается с поражения дермы и вторичной, в результате миграции лимфоцитов из лимфоидного органа, в котором происходит их размножение. К таким органам относятся костный мозг, вилочковое железо, лимфатические узлы, селезенка, лимфоидные скопления по ходу дыхательных путей желудочно-кишечного тракта. Симптомы лимфомы кожи Лимфомы кожи характеризуются полиморфизмом сыпи пятна, бляшки, узлы, различной степенью выраженности зуда и увеличением периферических лимфатических узлов. По степени злокачественности выделяют лимфомы Ай-2 и 3 степени. По клиническим проявлениям узелковую, бляшечную и ретродермическую формы. Узелковая форма Т-клеточной лимфомы кожи Ай-степени характеризуется мелкими плоскими узелками размером с просеной зерно. Узелки имеют сиреневый или желтоватый цвет, располагаются группами и склонны к спонтанному регрессу. При более злокачественном течении узелки увеличиваются, приобретают вишневовый цвет и утрачивают тенденцию группировки. Пациенты погибают от метастазов через 2-5 лет. Редко встречается мелкоузелковая форма Т-клеточной лимфомы кожи, при которой фолликулярные узелки сливаются в бляшки с напоминающим псориаз поверхностным шелушением. На этом фоне появляются крупные узелки, которые затем подвергаются некрозу. Бляшечная форма Т-клеточной лимфомы кожи Ай-степени представлена нерезко отграниченными бляшками желтоватого цвета. Размер бляшек может быть больше ладони. Они постепенно разрешаются с образованием участков атрофии и гиперпигментации. Бляшечная форма двух степеней грибовидной микоса Алибера встречается в 26% всех лимфом кожи. Для нее характерно стадийное развитие. Вначале появляются шелушащиеся ярко-розовые пятна и другие элементы и ретиматозная стадия. Затем на месте пятен формируются застойно-красные бляшки часто смокнущие поверхностью и периферическим ростом бляшечная стадия. В опухолевой стадии бляшки сменяются плоскими узлами размером до апельсина с некрозом в центре образования. Эритродермическая форма Т-клеточной лимфом кожи А в степени синдром Прессизори часто развивается на фоне длительно в течение 10-15. Лед в существующей экземе линейра дермита. Кожа покрасневшая отечная покрыта крупными пластинками белых чешуек. Наблюдается генерализованное увеличение лимфоузлов, дистрофия ногтей, выпадение волос, лихорадка и мучительный зуд. Через несколько лет пациент может погибнуть от кахексии или процесс переходит в эритродермическую форму двух степеней. Синдром Сизори. Характеризующийся выраженной инфильтрацией, шелушением и сухостью кожи. Для вклеточных лимфом кожи характерно отсутствие зуда и других субъективных ощущений при ай и двух степени злокачественности. Они проявляются бляшечной и узловатой формой. Для бляшечной формы характерны те же стадии, что и для т-клеточной лимфомы кожи. Узловатая форма развивается с образованием одного или нескольких полушировидных узлов плотной эластической консистенции, величина которых достигает размеров грецкого ореха. Диагностика лимфомы кожи Во многих случаях лимфомы кожи сопровождаются изменениями в клиническом анализе крови. Для т-клеточной лимфомы характерна лейкопения и моноцитоз. При синдроме пресезарии наблюдается лейкоцитоз и нейтрофилез, повышение количества азинофилов. При синдроме сезарии может наблюдаться увеличение лейкоцитов до 3000-2000-2000. В клеточной лимфомы кожи характеризуются возникновением вначале нормохромной, а затем гомолитической анемии. Решающее диагностическое значение имеет гистологическое и цитологическое исследование материала, взятого путем биопсии элементов лимфомы кожи, а при необходимости лимфатических узлов. Биопсия позволяет дифференцировать ТИ в клеточную лимфому кожи, а также определить степень ее злокачественности. При вовлечении процесса внутренних органов проводят их исследование УЗИ брюшной полости, рентгенографию легких КТ легких и тому подобное.